Свой доклад Сергей Шаховцов начал со статистики заболеваемости. Главной причиной смерти в Севастополе, по словам чиновника, являются болезни системы кровообращения. С ними связаны 56,5% смертельных исходов. В 19% случаях с причиной смерти становится новообразование. В 6% – заболевание органов пищеварения. Причинами таких показателей глава департамента назвал недоверие коммунизации, отказ от профосмотров и позднее обращение за медицинской помощью. Прирост заболеваемости в 2019 году составил, по сравнению с 2018 годом, 7,4%. В 2019 году в целом по городу Севастополь было зарегистрировано более 119 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний. Всего по состоянию на 1 ноября 2020 года состояло на диспансерном учете свыше 178 тысяч человек. Оказывать своевременную высококачественную помощь мешает нехватка квалифицированных врачей и лекарств и серьезный износ медицинского оборудования. Сказывается и дефицит коечного фонда. Согласно докладу, здания поликлиник и больниц по состоянию на 2019 год изношены на 87,7%. С начала 2019 года обеспечена реализация национальных проектов здравоохранения «Демография». Ключевая задача – повышение уровня доступности медицины и увеличение продолжительности жизни населения. В структуру национального проекта здравоохранения входят следующие региональные проекты, реализуемые в городе Севастополь. Это развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказание медицинской помощи детям, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контраст в здравоохранении на основе единого государственного информационной системы. Рассказал Сергей Шаховцов и об обновлении технического комплекса. За 2019 год департаментом приобретено 476 единиц медицинского оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей, в том числе МРТ для онкодиспансера. Директор департамента отметил, что актуален для города и региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его цель – снижение смертности от новообразования до 207 случаев на 100 тысяч человек населения к 2024 году. Проведены подготовительные мероприятия по внедрению системы ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи, открытию кабинетов приема пациентов с хронической сердечной недостаточностью, кабинетов врачей-гериаторов. Кабинеты будут открываться в период до 2024 года по мере окончания ремонтных работ в поликлиниках. В региональном сосудистом центре будет открыт кабинет приема врача-ретмолога. У депутатов доклад Сергея Шаховцова вызвал много вопросов. Так, Сергей Колбин раскритиковал качество проведенных капитальных ремонтов в поликлиниках и больницах города и усомнился в эффективности действующих программ по привлечению специалистов из других регионов страны. Построили неплохой комплекс сосудистый, но из-за того, что не поставили стопорные упоры для дверей, дверные ручки пробивают стены, они же сделаны сейчас из новых материалов, понимаете. Некачественная плитка напольная, она лопается, трескается, она не выдерживает нагрузок проходимости в этих заведениях. И с докладом Сергея Юрьевича я не услышал, вот а сколько человек у нас осталось из приезжего медицинского персонала, которые получили миллион рублей, осталось здесь работать. А 500 тысяч рублей, сколько осталось работать здесь этих специалистов. Выступивший из трибуны заместитель губернатора Александр Кулагин заявил, что пока инфраструктура здравоохранения Севастополя не будет приведена в порядок, привлечь в город высококлассных специалистов не выйдет. Очень сложно развивать здравоохранение в убитых помещениях, в старом фонде, без оборудования. Ну туда врачей стыдно приглашать. Я вот заранее хочу принести извинения севастопольцам и сказать вам, что уважаемые коллеги, ближайшие 2,5-3 года нас ждет тотальный капитальный ремонт всех медицинских учреждений. Это будет сопряжено с серьезными трудностями и для пациентов, и для врачей, потому что будут такие достаточно сложные схемы маршрутизации. Будут закрываться отделения там, где возможно это выполнять по отделению. Будут закрываться целые больницы, иначе проводить там ремонтные работы просто невозможно. Депутаты также обратились с просьбой к Сергею Шаховцову наладить закупку и онлайн-выписки льготных препаратов, обеспечить доступность медицинской помощи в сельских зонах. Спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что по итогам рассмотрения отчета депутаты подготовят постановление, в котором будут отмечены проблемы, на которые депутаты предлагают исполнителям власти обратить особое внимание.